Великий корнчий тут на медне слезу из меня вышиб, объяснив, насколько нелегко далось принятие решения о бесплатных горячих обедах для младших школьников практически в закрытую дверь и практически лбом главарю пришлось стучаться, поскольку далеко не все поддержали эту во всех смыслах хорошую инициативу. Однако Владимир Владимирович дрался как лев. В тяжелейшей политической борьбе решение продавить все-таки удалось. Вот вы знаете, я прям представил сейчас, как тот процесс проходил, небольшая реконструкция, идет совместное заседание обеих палат парламента, Госдума, Совет Федерации. Тут же присутствуют члены правительства Мишустина, правительства прорыва, как его еще называют, на трибуну, озираясь, поднимается будущий верховный правитель, наливает себе стакан воды, трясущийся от волнения рукой подносит стакан к губам, затем дрожащим все по той же причине от волнения голосом докладывает. Господа, предлагаю обеспечить бесплатными горячими обедами учащихся, хотя бы самых маленьких, из зала раздается гул. Господа, это ненадолго, только до 24-го года. Гул переходит в свист, в сторону трибуны начинают лететь пустые пластиковые стаканы, недоеденные завтраки. И, уважаемые, продолжает главный, вы не волнуйтесь, мы собираемся закупать самые дешевые продукты, а ну-ка хватит! Хватит нести чушь, взрываются депутаты из Единой России. Наша фракция будет голосовать против, и чтобы больше не высовывался с подобными предложениями. И, слава богу, в тот раз две трети единороссов, как обычно, предпочли прогулять заседание, исключительно благодаря этому предложение Путина все же прошло. Ой, блин, по-моему, это худший сценарий для пьесы, которую даже в самом захолустном театре поставить стыдно. Впрочем, на главной российской сцене в Театре абсурда в Кремле так не считают. Начинаем! Ну и раз о школьном питании уже начали, сразу две популярные бьюти-блогерши написали хвалебные отзывы о качестве обедов в московских школах. Вы не в курсе, кто такие бьюти-блогерши, но это которые всегда вне политики, они о моде пишут, о красоте, о дизайне интерьера или о шопинге. Вот эти обе, кстати, как раз одна на тему дизайна, другая по поводу красоты фолловеров просвещают. Однако в этот раз девчонки вдруг решили изменить своим принципам и, ай да, по столичным школам откушать. Татьяна Родионова, знакомьтесь, один миллион подписчиков. Вообще в Испании живет дама, но мы-то с вами понимаем, что даже несмотря на такие жизненные обстоятельства, душа, видимо, болела у человека. Ночей не спала, все думала, чем московских пионеров-то кормят в заснеженной Москве. В общем, сорвалась, съездила на историческую родину и ведь не зря съездила, как оказалось. Так здорово, что все меняется, меняется к лучшему. Во времена моего детства даже десятой доли не было из того, что есть сейчас у наших детей. Пусть по всем городам России тоже вводится такая система и в Барселоне, кстати, не мешало бы. А это уже Ирина Каливерина, она из Москвы, 600 тысяч адептов. Главный интерес в жизни – дамские платья. Даже дизайн-студия, собственно, имеется. Но тоже вот захотелось леди ответить. Котлетки с пюрешкой из среднестатистической муниципальной одиннадцатилетки. И, что скажу, было вкусно. Во многих школах кормят прямо очень хорошо. Во многих. В одну съездила, во всяком случае, как будто бы. Но и этого хватило, чтобы осознать, так кормят во многих школах или вот так. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу на обед бутылку зубровки, домашние грибки, черные зернистые корки, фаршмак из селедки, украинский борщ. Ну, а если серьезно, я не понимаю, на каких идиотов данная пиаровская акция рассчитана. Во-первых, я об этом сказал выше. Обе блогерши занимаются тематикой, которая далека от истории с продвижением питания в обычных школах настолько же, насколько далек и я от кормления грудью или от ношения бюстгальтера. Во-вторых, господа. Да я могу поспорить, что ни одну из этих баб даже под угрозой расстрела жр... столовой никто не заставит, пусть и в детской. Поэтому еще раз. Ну, на кого рассчитано это вранье? И кто вообще догадался такую идиотскую постанову замутить? Хотя я знаю, кто. Точно такие же девчули из пиар-отдела московской мэрии, которые в повседневной жизни вот эти вот средние школы для холопов стороной обходят за квартал. Дети, которых учатся в элитных гимназиях, потому и выбор-то пал на блогерш, которых смотрят, читают именно эти девчули. А блогерши тупо денег срубили. Им-то какая разница? Больше скажу, я даже не уверен, что и Родионова-то. И Криверина вообще поняли, что конкретно они рекламировали и для чего, блин. Ну не страна у нас, а какой-то перевертыш. Все через за***цу делают, даже бабло украсть по-человечески не могут. Это реальная журналистика. Быть проституткой – это призвание. Тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Кстати, о проститутках. Протеерей московской патриархии Дмитрий Смирнов, рассуждая тут на медне об институте брака, взял, да и унизил огромное количество российских женщин, не только российских, вообще православных, сравнив дам, состоящих с мужчинами в незарегистрированных отношениях, с потаскухами или шалавами, как хотите. У нас женщины сами не понимают, что такое брак. Неохота сказать, что я бесплатная проститутка, поэтому говорят, у меня гражданский брак. Здрасте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и все. А так тебя никто за жену не считает. Скажу честно, я сам сторонник регистрации отношений между людьми, правда, совсем по другой причине. Ну, а болтовня этого попа всего лишь бред старого человека, и я на это надеюсь, в смысле, что это не позиция РПЦ. Возможно, для священника Дмитрия Смирнова семейная жизнь ограничивается исключительно одним обстоятельством, где и как закрутить болтик в гаечку. Я же мыслю более рационально, что такое брак. Это не просто печать в паспорте, как любят говорить не очень умные люди. С юридической точки зрения это некий договор, который накладывает на участников процесса определенные обязательства. Ну, согласитесь, помимо постели вы ведете совместное хозяйство, создаете совместный бюджет, делаете какие-то совместные покупки, в том числе дорогостоящие, обзаводитесь детьми, опять же, совместно. Однако бывают случаи, когда брак дал трещину, люди решили расстаться. Как им делить общее? По принципу «кто наглее, тот и прав», вот для этого и нужна печать, чтобы вы законом были защищены, а еще регистрация отношений – это готовность нести ответственность. Вот о чем, как мне кажется, должен рассказывать священник, а не ахинею нести больше напоминающую речь бестолкового прыщового подростка-б***ниста. Вообще, я уже давно жду, когда в нашей стране законодательно запретят думать, ну, а судя по тому, с чем приходится ежедневно сталкиваться, ждать осталось недолго. Мизулину давайте вспомним, например. Такое человек несет и сидит в Совете Федерации, при этом с 15-го года, я думаю, будет и дальше сидеть. Уроки патриотизма начали заменяться уроками борьбы с коррупцией, причем с 1-го по 11-й класс. Детям предлагают рисовать картинки, предлагают информацию, например, такого свойства, где пирамида, где страны расположены в иерархическом порядке по уровню коррупции, и Россия оказывается, естественно, далеко-далеко внизу, там, рядом с Узбекистаном. Патриотизм – это одно, а борьба с коррупцией и навязыванием в разных школах – это очень опасная тенденция. Честно, мне кажется, что очень опасная тенденция – это как раз наличие во власти таких вот мизулиных, и они множатся. Опасная тенденция – это присутствие в церкви таких вот попов, как Смирнов. Опасная тенденция – это когда национальной идеей становится ложь, когда вранье льется из каждого утюга за ширмой всего этого. Сидят какие-то упыри, которые разворовывают мою страну, превращая моих соотечественников в бесправных рабов-холопов. Кстати, под занавес хочу фрагмент нового клипа моего друга Алексея Осипова из группы «Грани» вам презентовать. Весьма в тему, я серьезно. Всякая шелупонь, которой здесь никто и звать никак. Страна рабов, страна господ. Крепостные, холопы. Холопы крепостные, их почти что вся Россия. Барин денежку дает, а холоп ее берет. Дети знатных депутатов по Европам и по Штатам. А холопы крепостные, все они помрут в России. Крепостные холопы, вы хотели как в Европе. Так получится едва, прямо скажем, хренас два. В друзья добавляйте, с тем и предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока.